Задача любого нефтяника исполнять песню о том, что нас душат налогами. Вы знаете, ваш покорный слуга был один из участников той группы, которая в начале нулевых, как теперь говорят, годов занималась формированием существующей налоговой системы. И тогда главная идея, которая, это насчет будущего, была сделать так, чтобы компании не разорились. Потому что только что цена нефти была 7, 8, 9 долларов за баррель. И это оказалось катастрофой. Поэтому, когда предложили систему, при которой до 15 долларов на баррель вообще нет никаких налогов, а что там свыше 30, это все от лукавого никогда не будет, даже не думали. И эта система запустилась и существует уже, по крайней мере, уже 10 лет. До 65% всей выручки забирается государством. Но эта система была хороша для развития того ТЭКа, который вышел из недр России. То есть, когда обустроенные месторождения в Западной Сибири, заводы, которые приношены были в основном для производства танкового топлива, большая часть их месторождений, которые надо было запускать, особенно в необустроенных районах, они автоматически становились нерентабельными. Поскольку государство сразу же начинало забирать выручку с момента пуска месторождения. В то время как во всем мире, вы знаете, существует другая система. Как только месторождения входит на окупаемость, и по мере выхода на окупаемость, так сказать, доля государства в этом начинает расти. Поэтому государство перешло на ручной режим управления. Про возникли проблемы в Восточной Сибири, мы вам снижаем пошлину. Возникли проблемы у нас разработки из Каспии, нам снижают пошлину. Возникли проблемы, сейчас, скажем, с тяжелой нефтью, начинаем разговоры. Мы вам можем снизить пошлину. С одной стороны, это хорошо, потому что государство очень гибко, не могу ничего плохого сказать, очень гибко реагирует на все просьбы. Очень гибко. Но это все равно ручной режим. Вот самый простой пример. С 1 октября вступил так называемый новый режим налога, который называется 60-66-90. Что это перевожу? Это снижение экспортной пошлины, это основное средство, так сказать, извлечения дохода государства от нефтяников, экспортной пошлины на 15%, который, естественно, тут же повышает эффективность нефтедобычи, который, кстати, с 15-го года будет падать. Думаю, для вас это не секрет, Российской Федерации. Одновременно она вводит блок на продажу тяжелых нефтепродуктов. Это вакуумный газоль и мазут. И это правильно, поскольку фактически мазут и вакуумный газоль – это полусырье, которое мы в гигантских объемах до 60-80 миллионов, иногда до 100 миллионов тонн Россия экспортирует. Это неправильно. Ну, к чему это приведет? Первое, что надо просто понимать. Мы ожидаем закрытие 12 заводов нефтеперерабатывающих, у тех, у которых глубина переработки, выход свежих, светлых ниже 50%, в том числе и нашего ухтинского завода. Кто-нибудь об этом думал? Что такое 12 заводов? 133 миллиона тонн переработки. Это налоги, которые формируются в областях вокруг этих заводов, рабочие места и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, скорее всего, когда станет вопрос закрытия заводов, государство скажет, нет, мы будем вас спасать, и мы к вам какие-то преференции дадим. Сейчас, да, мы приняли очень амбициозную программу ускоренного развития переработки с тем, чтобы, как я сказал, довести глубину 92-94%. Но у меня нет никакой уверенности, что к тому времени, если, скажем, мы это сделаем, другие не сделают, государство скажет, ну, сделали, молодцы, остальных мы дадим еще время, чтобы они это делали. Вот это, пожалуй, самая главная проблема для развития бизнес-климата в будущем экономики, так сказать, экономики ТЭК. Должны быть стабильные правила игры. Я все-таки ожидаю, что после завершения выборов, все-таки, может быть, и с подачи, так сказать, наших коллег с медиабизнеса, так сказать, которые фактически в ЛЕМ могут доносить общественное мнение, что нефтяникам нужны стабильные правила игры на будущее, чтобы мы понимали, куда стоит складывать деньги и в каких объемах. Или, наоборот, выплачивать дивиденды сейчас и не думать ни о чем больше.